Новое видео выходит каждый день в 20.00. Снижается в несколько сотен раз. Я вас, если что, предупредил. Ну, а по поводу этого могу сказать, что жалко. Жалко, конечно. Сам ПРП, проект на который не так давно перешел Ангел Касада, кинули аж на 12 тысяч рублей. Вы знаете, когда-то давно я вот был таким же, знаете ли, молодым и горячим, как Тарка. Вот я только тогда выпустил свой первый ролик про людей, которые обманывают и так далее. И тогда я вот точно так же, как Тарка, кричал абсолютно из всех орудий, и там из всего подобного, что, ой, мошенник, вор, нужно наказать. Ну, как же так? Как вот такое может быть? Как на это люди могут вообще закрыть глаза, не обращать внимания и так далее? Пожалуйста, сделайте большой резонанс, там, расскажите у себя где-то в ролике, репостните или что-то такое. Ничего подобного не было. Все просто посмотрели такие, подумали, ну, типа, да, ну, кинули кого-то и кинули. Ну, бывает. Ну, а почему бы и нет, да? То есть, ну, меня-то это, наверное, никогда не коснется. И вот, пока это не касается людей, они об этом никак не рассказывают. В том числе и там Тарка и другие. Но у Тарка вообще контент немного другой. Я говорю немного про других людей, которые, казалось бы, там, вот топят за какую-то вот эту вот, знаете ли, правду и за все прочее. Однако про какого-то мошенника, вот наглого обманщика рассказать не могут. Такие ролики про какие-то обманы и так далее, их достаточно выгодно записывать, ведь они зачастую набирают достаточно большое количество просмотров. И все чуваки такие, типа, поддерживают, там, людей, которых кинули, либо тебя поддерживают, если это ты тот человек, которого кинули. И все такие говорят, типа, ебать, держись, все будет нормально, там, куда тебе задонатить, куда там сделать еще что-то подобное. Вот, но чаще всего это не уходит дальше каких-то вот видеороликов. Даже у Тарка ролик собрал уже более, там, 40 тысяч просмотров. И стоит сказать, что резонанса среди каких-то ютуберов и прочих людей, их абсолютно точно нету. То есть поначалу, там, помахали руками, покричали и так далее, сказали вор, мошенник и так далее. Че вообще с этим вот совсем делать? Там, как-то увольте его, принесьте, там, а, я не знаю, киньте страйк или что-то наподобие того, там, как-то расскажите об этом у себя или там еще где-то. И, возможно, в будущем он такого делать не будет, ну, или вроде того. Это стандартный шаблон всех вот этих вот видеороликов и чаще всего там давят на то, что, мол, расскажите и так далее. И я вот был одним из самых первых людей, которые рассказывали как раз-таки про нормальные случаи мошенничества. Не то, что там Brothers and Company или еще что-то такое. Я прям реально вот рассказал про какие-то случаи, вот, про какие-то локальные случаи, которые, казалось бы, мне абсолютно никакого профита принести не должны. Однако ролики с каким-то мошенничеством и так далее, где обманывают тебя или там происходит что-то подобное, они всегда наберут большое количество просмотров, потому что всем интересно посмотреть там, кого обманули, как, что сделали и так далее. Вы знаете, вот все эти обманы, они в большинстве своем случаев, вот, то есть, как сказал Тарк, как сказал там Андрюх и Киевский, и как скажут, наверное, там какие-нибудь будущие там и последующие люди, они вот всегда вот плохо влияют на нормальных GTA-сам ютуберов, которые не кидают и так далее. Я могу привести достаточно банальный пример, допустим, вот у меня не так давно, вы, возможно, знаете, сгорел блок питания, и мне на него вот не хватало денег, пришлось там перезанимать, делать все прочее. Я бы, разумеется, мог попросить там у Стаса или у еще кого-то денег, там, типа у рекламодателей постоянных и так далее. Понятно, что я-то не кину, я бы, если бы взял деньги там на месяц вперед, вот, как раз там на блок питания или что-то вроде того, просто многие писали, типа, возьми у Стаса, там, потом все равно ролики отдашь, типа, ты ж не кинешь. Мне, во-первых, было это неудобно делать, то есть я лучше там у кого-то перезайму, чем как-то у рекламодателя потенциального буду вот все это делать, и поэтому я как-то не стал занимать у Стаса. Но также вот, допустим, вот у ютубера случилось какое-то несчастье, вот там, допустим, компьютер полетел или так далее. Разумеется, если это какой-то большой там вот такой, знаете ли, массовый ютубер, ему, разумеется, все помогут, там, все как-то пойдут на уступки рекламодателю, потому что он приносит там основной доход, основную аудиторию и так далее. И поэтому все будут делать для того, чтобы ютубер как можно скорее вернулся в строй и продолжил снимать свои качественные видеоролики, как он там покупает аккаунт за 3 рубля или там смотрит компьютеры у читеров или там делает еще что-то подобное. Но вот маленькие ютуберы, маленьким ютуберам им не особо сильно доверяют, вот как раз таки из-за вот этих вот уебанов, потому что, ну кто ж его знает, блять. Сегодня он с нами нормально сотрудничал, завтра, блять, мы ему деньги дадим, он сольется или что-то наподобие того. То есть вследствие этого понижается вот доверие к абсолютно всем самперам, вследствие каких-то единичных поступков, каких-то ебаных морозей, которые просто по жести наебывают. Тут просто вот, блять, снижается доверие у абсолютно всех рекламодателей и поэтому в случае, если тебе нужна будет какая-то помощь или что-то наподобие того, то из-за как раз таки вот этих вот всех уебанов тебе не помогут. Потому что ты в свое время не осветил эту ситуацию, ты в свое время не внес свою какую-то лепту и так далее. И, в общем-то, без разницы, сколько ты там с ними работал и так далее, то есть все равно они тебе даже если и дадут деньги, то дадут с некоторой долей осторожности. Потому что, ну фиг знает, может быть ты так хочешь эффектно уйти, забрав у них деньги или сделать что-то наподобие того. То есть, ну это всегда вот будут из-за как раз таки вот этих вот случаев давать вот с какой-то такой, знаете ли, заминкой. Да, разумеется, что, я не знаю, дали бы мне деньги, вот типа Стас там, я сотрудничаю с Аризоной на основном канале, если бы я у него попросил деньги, я не знаю. Мне кажется, что он бы подумал, что я просто хочу как-то эффектно слиться и так далее. Хотя моя месячная зарплата, она не такая уж и большая, она там не 12 тысяч рублей, как, допустим, заплатил там какой-нибудь сам пропей и так далее. И тем более, ну типа вроде того, ну я не знаю, я-то еще как-то более-менее, я-то понятно, я совестный, на моем счету нету никаких там грехов и так далее со стороны меня. Вот меня, рекламодатели, бывало такое, что наебывали. Тот же Рейнфорст, там, который я сделал ему ролик, блять, на 2000 просмотров, попросил заплатить, сука, 350 рублей, и они даже это не сделали. Я-я просто не знаю. И вы знаете, кидалы, они достаточно сильно распространены, потому что, ну с ними абсолютно ничего не сделаешь, блять. Даже если ты поснимаешь там несколько миллиардов роликов, если человек снимает какой-то хороший, какой-то нормальный контент, который заходит людям, его будут смотреть без разницы на то, там, что он делает вообще. Чем он там знаменит, чем там не знаменит и так далее, что он там делал. Хоть он там, блять, детей ебал, а если он там какой-нибудь Билли Джин или там вот это вот там, что у него, лунная походка, если он все это будет делать, то, в принципе, на все его грехи закроют глаза и так далее. Вот, я, если что, извиняюсь сразу перед Майклом Джексоном, это как бы все приколы, шутки, вот и так далее, не хотел никого оскорбить или обидеть, да пусть он вообще идет нахуй, я извиняюсь, если что. Вот, и вы знаете, вследствие всего этого, то есть кидалы, они вот именно такие, и хочется спросить, где же вы были раньше-то, когда там обманывали каких-то маленьких ютуберов, например, или еще кого-то, когда я все это освещал, когда даже, по-моему, Ангел Касада за это не брался, потому что говорил, что вроде как всем не поможешь, и что-то наподобие того. Я, как бы, помогал, старался помогать абсолютно всем, до того, как понял, что это бессмысленно. Ну да, я осветил ситуацию, да, моя аудитория узнала об очередном кидали, и что дальше-то? Дальше это никуда не продвинулось, дальше это там, они как не захайпили, ничего там с этим не сделалось, в общем-то, кидали все равно несут деньги, как бы, без разницы абсолютно, там, на то, что он делает или что он там, блядь, не делает, ну, в самом деле. Напоследок моего вот этого видеоролика хочу сказать вот кое-что, кое-как обратиться к рекламодателям, потому что я за рекламодателей, разумеется, тоже за всех, как бы, обеспокоюсь, потому что, по сути, они оказывают такую, знаете ли, материальную поддержку, да, посредством рекламы, посредством того, что вы рекламируете какой-то их продукт, но так или иначе, без рекламодателей ютубер бы, в принципе, не смог жить. Ведь рекламодатели, это, в принципе, то, на чем строится абсолютно все, да, даже вот тот же ютуб, на котором вы сейчас смотрите этот видеоролик без рекламодателей, он бы, в принципе, не мог жить, и поэтому я, разумеется, беспокоюсь за абсолютно всех рекламодателей. Как сказал Андрюх Икиевский в своем ролике, посвященному всему этому, можете посмотреть, если не видели, как там сказал Тарко, вроде как, или Тарко, я такого не говорил, в общем-то, перед тем, как заказать рекламу какого-то ютубера, проверьте его, пожалуйста, по блок-листам, посмотрите там, допустим, ролики у меня, или там ролики у Ангела Касада, допустим, вполне возможно, хотя это маловероятно, блядь, какие-то взаимоисключающиеся термины я вам сказал, в общем, 50, даже не 50, но в общем, есть маленькая толика вероятности того, что кто-то из нас сделал уже ролик на того или иного, там, ютубер рассказывал про те или иные его деяния, про то, как он кидает и так далее, вот, и многое другое. Но также, также, помимо меня с Ангелом Касада и там каких-нибудь прочих людей, также есть универсальный, как бы, такой реестр всех мошенников, это блэк-лист блогеров GTA Sam, вы туда просто вводите блогера, допустим, Брулев Плей, смотрите, ага, чел уже 8 раз кинул, нету никакой гарантии того, что он не кинет меня с каким-нибудь моим проектом. То есть, вот, просто вот так вот набираете, смотрите, там, допустим, вбиваете Влад Гантеля, смотрите, ага, кинул на 600 рублей, там, так и не вернул деньги, всё понятно, мошенник сраный, у него мы брать ничего не будем. Также есть такая группа от Ангела Касада, как сам мошенник, там, он её держит, крышует и так далее, в ней вы можете прям детально почитать статьи про всяких разнообразных людей, там также есть реестр мошенников и так далее, там вы сможете всё это посмотреть, досконально изучить и вообще прийти к выводу, стоит ли заказывать рекламу у этого чувака, не стоит ли заказывать рекламу у этого чувака, какая там вообще, я не знаю, через сколько он делает рекламные заказы, там, какого качества эти рекламные заказы, тоже немаловажно, однако, вот всё это можно посмотреть в блэк-листе блогеров, там, в сам мошеннике, допустим, на моём или на канале, там, Ангела Касада, вы сможете посмотреть, если мало ли есть такая вероятность, если человек какой-то более-менее неймовый или ситуация такая не особо локальная, то возможно, что мы записали на кого-то из этих людей, вот, видеоролик, вот, и всё это выходит по итогу как-то так, что я вам могу сказать напоследок, а не ведитесь на мошенников, проверяйте всё по несколько раз, всем спасибо за просмотр данного видеоролика, всем пока!